В обществе должны царить закон и порядок. Это глава государства отметил, выступая с посланием народу Казахстана. Только так можно будет создать справедливый, чистый и безопасный Казахстан, подчеркнул Касмжимар Токаев. Реализация поручения президента сегодня активно осуществляется в ряде регионов, в том числе в Кустанае. Репортаж наших корреспондентов. Одно из направлений, над которым усердно работают стражи порядка Кустаная, киберпреступность. Две недели назад одна из медработниц региона получила сообщение от фейкового главврача с текстом «Будут звонить из КНБ, делай, как они скажут». Женщине дали указание перечислить на указанные счета всю имеющуюся сумму – 13 миллионов тенге. Сейчас ведутся поиски мошенников. По данным полицейских, теперь с преступлениями через интернет будут бороться сотрудники нового департамента. В настоящий момент окончено 146 уголовных дел, именно связанных с информационными технологиями. Именно интернет-мошенничество. И более 40 – это интернет-кажет. Будет создан департамент, отдельный департамент, который будет заниматься киберпреступностью в целом. Не только интернет-мошенничество, но и всеми преступлениями, которые будут касаться интернета. По поручению президента усилены и меры по противодействию наркопреступности. Сейчас разработан специальный комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом до 2025 года. В реализацию этого плана с республиканского бюджета, с правительства было выделено 63,2 миллиарда тенге. В реализацию этого плана комплексного вовлечены все заинтересованные государственные органы. Это акиматы, местные исполнительные органы. Это образование, здравоохранение, культура, комитет национальной безопасности и так далее. Потому что с этим злом мы должны бороться все непосредственно сообща. Безопасность на дорогах – еще одно поручение главы государства. В регионе с начала года зарегистрировано 850 ДТП, в которых 44 человека погибли. Свыше тысячи получили различные травмы. С участием детей произошло свыше 200 аварий. Чтобы снизить аварийность на дорогах, полицейские внедряют новые методы. На дорогах областного центра, а также на автодорогах Республиканское разночение осуществляется скрытая патрулировка. До сегодняшнего дня экипажем скрытых патрулей выявлено более 2000 нарушений право-дорожного движения. В основном это превышение скорости. Также популярны такие технические средства, как мобильные комплексы на патрульных машинах. На автодорогах области запущены и комплексы фото-видеофиксации, которые позволяют осуществлять контроль в потоке авто. А на одной из республиканских трасс для надзора над движением запущен беспилотник. Такой комплекс работ позволит создать справедливый и безопасный Казахстан, уверены костанайцы.